Продолжим выпуск. В октубе на скамье подсудимых оказался старший офицер антикоррупционной службы. Он подстрекал предпринимателя дать взятку, чтобы урегулировать вопрос с доначислением налогов и пени. В итоге завладел его деньгами в сумме 60 миллионов тенге. Какой приговор вынесли борцу с коррупцией, расскажет Лейла Ауесова. Громкое дело рассматривали в межрайонном уголовном суде. Сотрудника антикоррупционной службы приговорили к 12 годам тюремного заключения. Суд пришел к выводу, что доказанная его вина – в совершении мошенничества и подстрекательстве к даче взятки. Вина подсудимого подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, протоколами следственных мероприятий и заключениями судебных экспертиз. Борца с коррупцией судили сразу по двум статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан. Наказание вынесли суровое, так как отягчающим обстоятельством стало нарушение принятой присяги. С учетом этого осужденного назначено 12 лет лишения свободы, забывания и наказания в учреждениях исполнительной системы максимальной безопасности. Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе. Доход государства конфискованное имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем. Приговор не вступил в законную силу. Между тем, самыми коррумпированными сферами в Актюбинской области остаются градостроительства и финансы. За прошлый год в регионе раскрыто 53 преступления, 33 из которых относятся к категории тяжких. В основном это факты получения взятки, хищения из госказны и злоупотребления должностными полномочиями. Общий ущерб по уголовным делам составил 240 миллионов тенге.